Газ для Украины у Пути накупит его КУМ. Экономика, нефтегаз 12 июня 14.1. Газ для Украины у Пути накупит его КУМ. У Зеленского придумали, как решить газовую проблему, не прогнувшись перед Газпромом. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 9413. Фото, Александр Юмин. ТАСС. Материал комментируют. Александр Дучак. Валентин Землянский. Роман Травин. Украинские оппозиционеры могли бы самостоятельно закупить российский газ для своей страны. С таким предложением выступил в эфире телеканала 112 Украина представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус. Суть идеи в том, что лидерам оппозиционной платформы «За жизнью Риубека» и Виктору Медведчуку следует создать частную компанию, которая могла бы заключить соглашение с Газпромом и поставлять газ на Украину. Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. «Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — отметил он. Он высказал мнение, что Бойко и Медведчуку во время поездки в Россию следовало сразу заключить контракт с Москвой. «Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — заявил представитель Зеленского. Напомним, поездка Медведчука и Бойко в Россию состоялась на прошлой неделе. Оппозиционеры встретились с главой «Газпрома» и обсудили возможность возобновления поставок газа на Украину. При этом Алексей Миллер заявил о готовности продавать газ украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу. В результате стоимость голубого топлива для конечного потребителя снизилась бы на 25%. Читайте также. «Казахстан, трансфер власти и угроза Майдана, что ждать от нового президента РК и возможно ли там цветная революция». В Киеве предложение не оценили, назвав его причудливым. Один из топ-менеджеров «Нафтогаза» высказал мнение, что цена «Газпромовского газа» завышена на 100%. При этом он не уточнил, насколько тогда получается завышенная стоимость реверсного газа. Напомним, что Украина перестала закупать российский газ напрямую еще в 2015 году под предлогом необходимости слезть с российской газовой иглы. Однако реверсный газ из Европы обходится Киеву намного дороже. По мере приближения к часу Х концу текущего года, когда истекает действующий контракт, все больше ведется разговоров о том, нужно ли его продлевать. По мнению Медведчука, предыдущая власть была к этому не готова, а президент Владимир Зеленский еще не созрел, поэтому они и приехали в Россию договариваться, чтобы заставить действующую украинскую власть пойти на подобные решения. Отметим также, что в администрации Зеленского ранее раскритиковали поездку политиков в Россию, призвав Генпрокуратуру заняться этим вопросом. Вопрос по газу остается открытым, отмечает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. Газпром говорит о том, что поставки являются неотъемлемой частью по технологическому процессу транзита газа по территории Украины. До урегулирования спорных вопросов с инавтогазом, ни одна украинская компания не сможет заключить контракт с Газпромом. СП, а теоретически некая третья сторона может закупать газ для Украины? Почему теоретически? С 2015 года можете получить лицензию и заниматься поставками. Газпром как продавец не исключение. Законодательно это не запрещено. Но повторю, сначала нужно решить вопрос транзита между Газпромом и нафтогазом. СП, кто, по-вашему, придумал план Гируса? Это самопиар отдельного чиновника или реально придуманная в недрах АП хитрая схема? Это больше походит на экспромт. Причем, медийный экспромт. Уровень специалистов ВАП не позволяет говорить о реализации многоходовых комбинаций. СП, а будут ли, по-вашему, еще такие экспромты по мере приближения конца года? Насколько администрация Зеленского все же заинтересована в том, чтобы заключить хоть какой контракт с Газпромом? Учитывая отсутствие стратегии, я думаю, экспромт нас ждет 1 января 2020 года. В Киеве сменилась власть, а значит, следует ожидать и смены алгоритма поставок Газа, уверен политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин. Ни один президент Украины и ни одно правительство не оставляли вопросы Газа без своего внимания, не обойдет стороной этот вопрос и новая команда. Поэтому сейчас в определенном смысле открывается окно возможностей. Понятно, что в основном это будут возможности значительно улучшить свое материальное положение для определенной группы людей, но все же вполне возможно при этом и реально снизить хотя бы немного цену на газ для украинских потребителей. Но вряд ли эту тему отдадут на откуп Медведчуку и Бойко, по крайней мере, будут очень стараться обойтись без них. С.П. Кто в реальности придумал предложенную схему? Или это просто хайп? Это вряд ли кто-то придумывал в недрах администрации и это не хайп, потому что это был явно достаточно спонтанный ответ на вопрос депутата Нестора Шуфрича, участвовавшего в той же передаче. Представитель президента, насколько я могу судить, высказался не в том духе, что он приветствует такую инициативу, а в том, что, дескать, Бойко и Медведчук свободные люди и могут среди прочих трейдеров заниматься поставками газа, если хотят. С.П. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленное в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Почему Киев не воспринял это предложение? Потому что пока еще работает предыдущая схема с реверсом. Понятно, что есть конкретные люди, которым она очень выгодна, и если она будет изменена, то они останутся не у дел. Конечно, они всеми силами стараются не допустить этого. Но все же не стоит забывать, что есть и политическая составляющая предыдущая власть смогла предъявить своим невзыскательным сторонникам в качестве достижения тот факт, что она отказалась от покупки газа у России. И хотя любому здравомыслящему человеку ясно, что покупается все тот же и российский газ, только значительно дороже, заключение прямых контрактов с Газпромом будет использовано в политической борьбе. В большинстве украинских СМИ оно будет подаваться как потеря энергетического суверенитета. СП, а реально в таком случае цена для потребителей снизилась бы? А как же требования МВФ? Не факт, кстати, что снизилась бы, вполне вероятно, что кто-то просто положил бы разницу себе в карман. Так случается на Украине, да и не только там. Но в принципе да, можно было бы понизить стоимость газа для потребителей в результате. Что касается МВФ, то при всех критических оценках требований этой организации, заключаются они все же не в том, чтобы газ стоил как можно дороже, а в том, чтобы не было дотации и население платило полную рыночную стоимость. Будет ниже цена никто не будет возражать, чтобы люди платили меньше. СП, насколько в преддверии конца года Киев станет более сговорчивым по вопросам газа или наоборот? Будут ли еще обходные схемы? Тут важнее не приближение отопительного сезона, а то, как изменится конфигурация украинской власти, в том числе после парламентских выборов. Насколько сильно новая команда сможет влиять на ситуацию в стратегических отраслях, в частности, энергетической? Еще раз отмечу, что логично ожидать, что при новой власти как минимум какие-то коррективы в существующие схемы поставок газа будут внесены, либо они вообще будут изменены. С пониманием мнения команды ЗЕВСО сложнее. Столько раз уже были опровержения заявления одного представителя команды другими ее членами, что на первое заявление не стоит и реагировать, считает политолог и экономист Александр Дучак. Имеет смысл подождать, какое эхо услышим вслед. СП. Насколько реально и осуществимо предложенная схема? Бросок на Приштину. И тогда я доложил командованию, что у меня нет связи с батальоном последнее интервью генерала Бармянцева, участвовавшего в уникальной войсковой операции. СП. Ранее глава Алексей Миллер заявил о готовности продавать газ дешевле реверсного. Действительно ли Москва пошла бы на это? Или это просто слова поддержки двум оппозиционным политикам? Москва вполне может пойти на это. Но, вряд ли без увязки с переговорами с «Нафтогазом», в Т. Ч. О разрешении споров в Стокгольме, новым договором с «Газпромом» и рядом некоторых других условий. Но это и поддержка определенной политической силы. Почему бы и нет? СП. Гирус также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчук уследовало сразу заключить контракт с Москвой. А ведь правда, зачем ездили? Просто попиариться. Где результаты? Заключить от имени кого? Ездили не только пиариться, но и показать, что представители Украины могут находить общий язык с «Газпромом», в зависимости от того, кто договаривается. СП. А Миллер их для чего принимает? Тратя время на ничего не решающих украинских политиков? Почему же не решающих? Они представляют политическую силу, которая идет в парламент. Поскольку «Зе» со своей противоречивой командой все больше походит на Порошенко последнего времени, то ожидавшие значительных перемен избиратели могут массово перейти из голосующих за «Зе» и за его такую же невнятную партию в стан союзников оппозиции. Нефтегаз, отбомбившись по Северному потоку-2, США нанесут удар по турецкому. Новости экономики, Пушков, Украине и нафтогазу никто ничего не должен.